Это «Давичи» и мы продолжаем. Кировчане отпраздновали 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях приняли участие более 8 тысяч человек. Торжественное построение войск на Театральной площади, митинги, акции «Бессмертный полк» и не только. Чем еще запомнился День Победы, расскажет Евгения Бакина. Минуты и молчание кировчане почтили память героев войны. Когда-то здесь, на месте Парка Победы, была деревня Пахомьево. В годы войны отселение на фронт призвали 46 человек. Домой вернулась лишь половина. О подвигах наших земляков, о тех, кто погиб в бою и работал в тылу, с гордостью говорили участники митинга. Присутствующим обратились председатели законодательного собрания региона и глава города. Мы с вами вместе говорим спасибо нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Мы говорим спасибо труженикам тыла, которые сделали все для того, чтобы наша страна победила. Участники митинга возложили цветы к вечному огню и мемориальной плите. Празднование 74-й годовщины Победы продолжили на Театральной площади. 8 тысяч кировчан увидели торжественное построение войск Кировского гарнизона. Силовых структур, обучающихся кадетских и военно-патриотических клубов. Здесь же были и ветераны войны. Всего 300 человек. Война есть война. Тяжело было. Закончил я в Берлине войну. Имперскую канцелярию взяли. Гебельса вытащили, покойника. А потом на Крестагу, на площадь пошли уже. Пришлось царапать на Рестаге. Вятские тут были. Кировчанка Инна Токарева. Замиранием сердца вспоминает блокаду Ленинграда. Страшный голод и то, как земля тряслась от бомбежек. Можно сделать так, чтобы был мир на всей земле. И чтобы люди, те, которые сейчас молодые, они не увидели того, что пришлось увидеть нашему старшему поколению. С днём Великой Победы. Всех кировчан поздравили представители областной и городской власти. Наши деды и прадеды сделали всё возможное, чтобы мы жили под мирным небом. Теперь настал наш черёд. Мы обязаны не только сохранить память о той страшной войне, но и защитить её от всех, кто пытается вновь переписать историю. После колонны прошли по улице Московской к памятнику воинам-кировчанам на набережной Грина. Там все участники мероприятия возложили цветы у вечного огня. Это то, что мы уважаем наших ветеранов. Важно то, что мы не забываем итогов Второй мировой войны. И, конечно же, наши дети всегда будут помнить, что сделали их прадеды. Ещё раз поздравить всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла с этим прекрасным солнечным майским днём, днём Победы. А в полдень тысячи кировчан приняли участие в акции «Бессмертный полк». В каждой вятской семье есть свой герой, о заслугах которого невозможно говорить без гордости и слёз. С фотографии своего дедушки. Дедушка, который прошёл финскую и Великую Отечественную войну и умер уже после войны. У меня это отец. Вот в 1902-1942 погиб. К акции присоединились Елена Ковалёва и Владимир Быков. Председатель законодательного собрания шёл с фотографией отца. А глава города рассказала о своём дедушке. В годы Великой Отечественной, несмотря на тяжёлое ранение, вернулся на поле сражений. Вот эта акция, она не только дань памяти и уважения. Наверное, как говорят, это нужно не мёртвым, это нужно живым. И меня очень радует, что с каждым годом всё больше наших юных кировчан идёт к «Бессмертному полку». А в завершении праздничного дня на театральной площади кировчане посмотрели фейерверк.